Всем привет! Иногда мечты сбываются. Достаточно всего лишь плюнуть в сторону высокого налога и расхода топлива. И вуаля! Вы обладатель настоящего рамного джипа с мощным мотором, кожей, рожей. И все это по цене бушной лады гранты. Мечта, не правда ли? Chevrolet Trailblazer. Вот оно, решение всех ваших проблем. Ну, или лучше взять что-то другое? Давайте разберемся. Надеюсь, сегодня вы решите этот вопрос раз и навсегда. Ну, а гостям нашего канала предлагаем подписаться, поставить этому видео лайк и написать комментарий. Заранее спасибо. Немного истории. В 2001 году концерн General Motors показал новый внедорожник, который должен был сменить уже изрядно устаревший Blazer S10. Новинка была построена на недавно разработанной платформе GMT-360. Дизайнер Билл Дэйвис, работая над этим проектом, явно старался угодить и нашим, и вашим. Автомобиль должен был сохранить американские ценности и в то же время удовлетворять вкусы европейских покупателей. С технической точки зрения, это был классический универсальный внедорожник с рамой и полным приводом с подключаемым передним мостом. Однако, конструкторы использовали при его разработке немало прогрессивных решений. Мощная рама лестничного типа имела не 4 или 6, а 8 поперечин. Причем, лонжероны были полностью изготовлены методом гидроформировки. Этот метод позволяет получить из стальной трубы весьма сложные пространственные формы, при этом обеспечив постоянство внутренних напряжений даже на сгибах. В результате рама получилась очень прочной и легкой. Силовой агрегат, рядная шестерка, Atlas LL8, он же Vortec 4200, объемом 4,2 литра и мощностью 273 л.с. И с 2005 года аж 295 л.с. Плюс классическая 4-ступенчатая гидромеханика GM4L60E. Автомобили американского рынка могли оснащаться несколькими вариантами V8. Причем, появилась в 2006 году версия SS Super Sport. Щеголяла абсолютно ураганным 400-сильным 6-литровым мотором Vortec LS2. Такой же двигатель ставился на Sport Car Chevrolet Corvette S6. К сожалению, в России такие найти крайне сложно. Система полного привода весьма необычна на всех модификациях, кроме речайшей SS. Межосевого дифференциала нет. Передняя ось подключается жестко, но раздатка умеет работать в автоматическом режиме. Имеется и пониженный ряд. Подвеска пружинная передних колес независимая на сдвоенных А-образных рычагах. Задняя зависимая пятиричажная. Производство было развернуто на заводе GM в городе Морейн, штат Огайо. Уже в 2003-м его продажи только на рынке США перевалили за отметку в четверть миллиона автомобилей. В том же году на другом заводе в Оклахома-Сити начали выпускать удлиненную 7-местную версию Trailblazer EXT. А в следующем, в 2004 году на заводе AutoTor в Калининграде была налажена крупнозловая сборка этого автомобиля. Естественно, только с шестицилиндровым мотором. В 2005 году Trailblazer претерпел небольшой рестайлинг, получив более мощную версию базового двигателя и несколько дополнительных опций. В конце нулевых годов концерт начал работать на следующем поколении модели, которое должно было быть построено на усовершенствованной платформе GMT-361. Однако в условиях кризиса руководство посчитало продолжение конструкторских работ слишком затратным. В 2009 году производство Trailblazer и его брата-близнеца GMC Envoy было прекращено. В 2012 году внедорожник под названием Trailblazer вновь появился в линейке Chevrolet. Но это был уже совсем другой автомобиль и другая история. А реальным преемником модели стал кроссовер Traverse. Ну и так, давайте как обычно рассмотрим 5 плюсов и 5 минусов этого проходимца. Плюс номер 5. Размер и комплектация. Электрические стеклоподъемники, электрические сидения с памятью, поясничный подпор. Также при выключении зажигания водительское кресло отъезжает, облегчая выход. Прорывая колонка регулируется только по углу наклона, но это компенсируется наличием подвижного педального узла с сервоприводом. Двухзонный климат-контроль. Топовые комплектации LTZ означалось либо люком, либо дополнительной аудиосистемой Bose на потолке. Даже по современным меркам очень неплохая комплектация. А представляете, когда он только вышел, как это было круто. Но еще более важным владельцы считают общий объем салона и багажника. Хотя по американским меркам Trailblazer относится к среднеразмерным, а не полноразмерным внедорожникам. Как сказала одна бабушка, слава богу мы живем в России, а не в Америке. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. И для нас джипчик реально большой. Компоновщики не стали ужимать пространство для пассажиров второго ряда в пользу багажника. И получился вполне сбалансированный по своим транспортным возможностям автомобиль. Плюс номер 4 двигатель и разгон. Отличный мощный мотор на 295 сил Vortec достался нашему сегодняшнему гостю. Как и все рядные шестерки, он прекрасно сбалансирован. Отличается локомотивной тягой во всем рабочем диапазоне оборотов. Минимальным уровнем вибрации и прекрасной отзывчивостью. Но если вы все-таки чувствуете вибрацию, то причин может быть несколько. Чаще всего это либо засорившаяся дроссельная заслонка, либо пришедшая в негодность подушки двигателя, которая не выдерживает мощи такого табуна лошадей. Особенно если владелец оказывается любителем прыгать со старта. В любом случае, после того, как в 2007 году этот мотор получил фазовращатели, он вошел в десятку лучших двигателей на рынке по версии Wards 10 Best Engines. С почетным седьмым местом. Двигатель отличается отменной надежностью и считается миллионником. И единственное его слабое место это цепь ГРМ. Владельцы пишут, что она тонкая, как на велосипеде или на двигателях ВАЗ. Но при этом таскает в строе большее количество клапанов. Сам мотор масло не жрет. Все, что нужно делать, это раз в 80-100 тысяч менять ремни с роликами и помпой. Трейлблейзер на этом моторе довольно шустрый. До 100 разгоняется быстрее 9 секунд. И ощущение такого разгона не как на легковушке явно. Машинка-то, повторимся, большая. Единственное, что несколько ограничивает огнедышащую темперамент шестерки, это работающая с ней в паре достаточно старая четырехступенчатая коробка. 4L60i. Особо замечаний к ее работе нет. Но если продавить педаль газа в пол в режиме кикдаун, то коробка задумывается и не успевает вовремя переключить передачу. В то же время как мотор уже бьется в отсечку. Иногда раздражает эта задумчивость и в городе. Хотя если ехать спокойно и размеренно, то плавность набора скорости и переключения передач вызывает уважение. В целом машина располагает спокойствие на дороге. Но звук мотора провоцирует хорошенечко нажать на газ и ехать. Вот только если податься на эти провокации, то уровень топлива в баке начнет уменьшаться буквально на глазах. Плюс номер три. Удовольствие от вождения. Самые позитивные впечатления оставляют именно поездки на большие дистанции. Величняя динамика и огромный запас мощности позволяет достаточно безопасно маневрировать на трассе. Машина идет как по рельсам. Не боится колеи и не всплывает в лужах. Причем крейсерскую скорость тут выбираешь ты, а не автомобиль. И даже очень легкий руль совершенно не портит общего впечатления. Траекторию автомобиль держит. Постоянного подруливания не требует. В огромных количествах отзывов встречаются рассказы о дальних поездках на юг, в Крым, в Европу. Трейл Блейзер позволяет уверенно на скорости 80 км в час обгонять на бугристом грейдере легковушки, которые тащатся со скоростью 20 км. В общем, у вас есть дома мягкий диван. Вы любите сидеть на нем и смотреть телевизор? При езде на Трейл Блейзер возникает похожее ощущение, только телевизора не хватает. Придется дооборудовать. Позитивы добавляет и отменная звукоизоляция. Посторонние шумы не донимают и повышать голос для разговора с пассажирами не приходится. В городе Трейл Блейзер также чувствует себя вполне уверенно. Несмотря на размер автомобиля, водители быстро привыкают к его габаритам. А прекрасная обзорность и вперед и назад серьезно облегчает их жизнь. Главная заслуга в этом принадлежит огромным и очень информативным боковым зеркалам. Образ неплохого автомобиля для города дополняет неожиданная высокая маневренность. По словам владельцев, радиус разворота на Трейл Блейзер почти как на легковушке. А еще Трейл Блейзер рекомендовал себя как отменный тягач. Во многих отзывах владельцы пишут, что ему по плечу хоть катер, хоть прицеп с кудроциклом, хоть кемпер. Причем водитель не ощущает во время буксировки никаких затруднений и может поддерживать высокую крейсерскую скорость на трассе. Плюс номер два. Цена. Когда Трейл был новым, ценник на него был немалый. Кто-то пишет, что брал его за миллион, миллион триста. А сейчас почти все автомобили с моторами более 250 лошадей сильно подешевели. Бензиновые и премиальные BMW, Mercedes, Volvo и прочие с мощностью около 300 лошадей солидно скинули цену. Так и Трейл Блейзер первого поколения начинает смело шагать от 400 тысяч за первые года выпуска. Да, есть и дешевле, но думается, что состояние у таких будет хуже и они потребуют дополнительных вложений. А так автомобиль и за 500 и за 600 будут в достойном состоянии. И это за такой классный автомобиль. Но тем, кому идеи приобрести Трейл Блейзер покажется привлекательной, важно не забывать, что вложение в покупку их затраты не ограничится. И на последнее накопление уж то что, а поддержанный Трейл покупать не стоит. Плюс номер один, внешность. По внешнему виду Трейл Блейзер машина мужская, без телячьих нежностей и излишерств. Этот автомобиль для настоящих мужчин, а не мальчиков-мажоров. Идеологически это не городской автомобиль, скорее автомобиль для фермера. Но конкретно эта модель фермера уже не очень подойдет. Просторный кожный салон, куча электрики, включая подключение полного привода, смешной клиренс. Все это не для фермы, с ее вечным грязью и потом. В Трейл Блейзер есть что-то такое, что нет в новых внедорожниках. Это один из последних настоящих американских автомобилей. Лютая мощь, задний привод, поны, пофигизм к обслуживаниям, кондовый салон, плавность хода и тонны нормального металла. Вот все это и есть чистокровный американец. Ну и теперь, как обычно, давайте разберемся в минусах этого автомобиля. Хотя тут думаем не для кого, они не секрет. И многие хозяева им все равно это прощают. Минус номер пять. Салон. Тут все сделано чисто по-американски. Пластик жесткий, хотя и качественный, и не скрипящий. Сиденье, опять же, по-американски плоские и широкие, практически без боковой поддержки. Кожа качественная и прочная, но скользкая. Но в целом, как пишут владельцы, ужас, которого обычно овладевает человеком, первый раз попавшим в салон американского автомобиля, постепенно сменился на положительные эмоции. Хотя, не у всех. Минус номер четыре. Проходимость. На первый взгляд, Trailblazer имеет все для того, чтобы относиться в категорию настоящих внедорожников. Раму, мощный, тяговитый мотор, жестко подключаемый передний мост, понижающий передачу в раздачной коробке и длинноходную подвеску. Увы, оценки проходимости этого автомобиля разнятся самым радикальным образом. Кто-то сравнивает Trail с обычным кроссовером, говоря, что заснеженный двор или поездка на дачу, это не то, что ему по плечу. В говно лучше не лезть. Кто-то оптимистически берет все преграды ходом, влетая в грязь или снег на скорости, используя мощность двигателя. И говорят, что Trail просто танк, созданный уничтожать внедорожье. Ну и наконец, есть адекватные люди, реально понимают, что к чему. Они отдают себе отчет, что дорожный просвет Trailblazer составляет всего 200 мм, а это меньше, чем, скажем, у Subaru Forster или Land Rover Freelander 2. И при этом автомобиль обладает изрядным весом. Они знают, что пластиковые подножки можно обломать не только на экстремальном рельефе, но и просто в сугробах, на парковке, в городе. Что полный привод нужно включать заблаговременно. И что, серьезные внедорожные упражнения могут закончить серьезными тратами на ремонт раздаточной коробки. А это порядка 40-50 тысяч рублей. И мостом, и еще тысяч 40. Но для того, чтобы запарковаться в сугробе или для движения по рыхлому снегу, будь он даже глубиной по фары, возможности автомобиля вполне хватает. Главное, чтобы резина была правильная. И чтобы машина могла докопаться до относительно твердого грунта. В общем, легкие оффроуды, если резина достаточно зубастая, вполне можно себе позволить. Плюс номер три. Тормоза и прочие мелочи. Итак, разгоняется Trailblazer на твердую пятерку. Только вот тормозит он, увы, на троечку, в лучшем случае с плюсом. Тормоза у автомобиля, конечно, не самые мощные. И при этом, такой динамикой разгона замедлением могло бы быть и пободрее. Но тут вещь скорее об ощущении некой вялкости, которая усиливается клевком, происходящей по причине мягкой подвески. Кроме того, при энергичном торможении тормоза быстро перегреваются и становятся совсем уж валкими. Фатает и тех, кто считает, что дорогу Trailblazer держат отменно и перестраиваться нормально. Но быстрых поворотов действительно не любят. Большой, хорошо оснащенный, мощный, быстрый валкий с немнятным рулем и тормозами. Портрет типичного американского внедорожника нулевых годов. Был бы не полным без жалоб на слабый головной свет. Да, фары у Trailblazer светят слабовато. Минус номер два. Расход топлива и налоги. Сетывание на расход и прожорливость можно найти и в отзывах, написанных в 2005 году и в 2021. Средний расход топлива порядка 17 литров на 100 км летом и 20 литров зимой упоминается в очень многих отзывах. И это именно средний расход. А в городе он и летом мало у кого опускается ниже 19-20 литров на 100 км. А если вовсю пользоваться всей мощностью двигателя и злоупотреблять разгонами, то запросто может перевалить и за 30 литров. Автомобиль, как ему положено, с таким объемным мотором будет просто пить бензин по сравнению с современными кроссоверами на турбомоторах. На трассе, конечно, аппетит Trailblazer выглядит не столь катастрофично, но и в этом режиме он прямо зависит от тяжести ноги на педали газа. Но, к сожалению, суммы расходов на содержание автомобиля состоят не только из денег, которые владелец Trailblazer оставляет на заправках. Практически в каждом отзыве владельцы жалуются на конский налог. Что делать? Где-то за 295 лошадей берут больше в каких-то регионах, в других чуть меньше. Но в любом случае сумма налога составляет порядка 42-45 тысяч рублей. И если 15 лет назад, когда речь шла о покупке нового автомобиля в салоне, для многих эта сумма не представлялась совсем уж критичной, то для человека, покупающего поддержанный внедорожник на вторичном рынке, она, скорее всего, будет более чем ощутимой. Для многих размер налога, сопоставимый с уровнем месячной зарплаты, станет непреодолимым препятствием. Несмотря на то, что налог компенсируется отсутствием необходимости иметь дорогую каску, эти машины почти не угоняют. Минус номер один. Поломки. Безусловно, самой острой и неоднозначной темой для владельцев Trailblazer был и остается вопрос надежности. Диаметрально противоположные высказывания по этому вопросу звучали и в период серийного выпуска автомобиля. По этому поводу написано не просто много, а очень много. Да и расходники по цене не как на Жигулях, извините. Машинам в районе 15 лет, потому менять ступицы, шаровые масла и прочее придется все равно. Еще из минусов постоянно загорается чек, не всегда означающий реальную проблему. Просто машина напичкана электроникой и она подключивает. Как говорил Генри Форд, чем меньше в машине запчастей, тем реже она ломается. Как вы понимаете, Trailblazer полный этой фразе противоположность. Хотя тоже родом из США. Основные врожденные болячки Trailblazer давно и хорошо известны. Это ступицы переднего моста, стойки стабилизатора, актуатор переднего моста и раздаточные коробки. Нередко упоминается рулевая рейка. Иногда даже кто-то грешит на неубиваемую коробку. Типа через 100-150 тысяч начинает пинаться. Ну и подытожим. Если говорить о привлекательности покупки Trailblazer на вторичном рынке, обязательно стоит упомянуть достаточно высокую прочность, лакокрасочное покрытие и коррозийную стойкость металла. Достаточно часто очищаются жалобы лишь на коррозию нижних кромок дверей и рамы. Причем не все рамы, а место, куда наносился ВИН-код. Если не обращать на него постоянного пристава внимания, то запросто можно оказаться в рядах величных владельцев. А вообще, так по мне, кроме высокого налога и расхода топлива, по сути у автомобиля минусов почти нет. То, что мы перечисли ранее, это может затронуть только отдельных людей, с их ненавистью к определенному недостатку автомобиля. Так что, если надумали покупать такой автомобиль, то бояться нечего. Просто желательно запас денег перед покупкой. Если ничего не сломается, то добавите застатков валюты на бензин или вообще отложите эти деньги на налог, и будет вам счастье в виде Chevrolet Trailblazer первого поколения. Ну а вы покупайте только правильные автомобили. Всем пока! Здравствуйте, это передача Топ Гир и его ведущий Джереми Кларсон. Хочу предложить вам подписаться на канал Александра Оржевского. Да, подписывайтесь на канал и ставьте этому видео лайк.